Поприветствуем всех за просмотр в лекцию о словах представляет болезнь Олеговани. И это сообщение, которое у нас, каким пациентам, пищеводопарата, или немножко по-другому, очень хорошо. Любопо уважаемые коллеги, вот как нам очень хорошо рассказал профессор Лихан, пищеводопарата по современным представлениям является осложнением гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, которые, в свою очередь, относятся к группе кислотозависимых заболеваний. И поэтому совершенно нормально, что в основе терапии лежат ингибиторы протонных пунктов, антисекритурные препараты. Но несмотря на то, что мы применяем эти препараты уже несколько десятилетий, мы почему-то не видим снижения числа больных пищеводов Боретто, а число больных только растет, развиваются эндоскопические методики лечения этого осложнения, растет число больных садена, карциномы пищевода, и возникает вопрос, почему же это происходит, почему у одной из молодых больных с ГЭРБ, например, развивается эрозия и язвы, а у других – кишечная метоплазия. И, может быть, более индивидуализировано нужно подходить к лечению ГЭРБ, чтобы не возникало пищевода Боретто, допустим. И вот разобраться в этом я предлагаю вам с помощью функциональных методов исследования. И вот одной из главных функций желудочно-кишечного тракта, функции желудка, является продукция соляной кислоты, которая является основным неорганическим компонентом желудочного сока. И напомню, кстати, о том, что за сутки в желудке у здорового человека вырабатывается до 2,5 литров желудочного сока. И вот кислотность этого желудочного сока очень высока. Напомню, что кислотность определяется с помощью водородного показателя. Это отрицательный десятичный алгоритм от концентрации омин-водорода. И все мы помним, что вот PH7 – это нейтральная среда, PH меньше 7 – это кислая среда, и в желудке очень кислая среда. PH составляет в норме 1,5-2 единицы. И вот методика, которая позволяет нам провести исследование от кислотопродуцирующей функции желудка – это суточная PH-метрия. Посмотрите, когда зонтик тоненький, не более 2 мм, устанавливается пациенту через нос, он стоит в пищеводе. В пищеводе находится, как правило, 1 или 2 датчика PH, да, и в желудке. И стоит этот зонтик в сутки у пациента, мы отпускаем таких больных домой, они имеют возможность работать, принимать пищу, кто-то курит, кто-то испытывает стресс, да. И вот в таких вот нормальных совершенно условиях для пациента мы оцениваем кислотопродуцирующую функцию, да, рефлюксы и так далее. Сейчас я вам расскажу. Конечно, это исследование достаточно тяжелое для пациента, и проводить его всем подряд рефлюкс на болезнь не имеет значения. Как правило, мы проводим его тем пациентам, как раз которых антисекритурная терапия, стандартная, к которой мы привыкли, является не вполне эффективной. И вот, посмотрите, это те данные, которые мы получаем 24 часа длится исследование. Нижний график, нижняя зеленая линия – это PH в желудке. Вот мы как раз видим, что PH лежит между 1 и 2. Иногда мы видим подъемы значения PH на 5-6 единиц. Это так называемое буферное действие пищи, да, когда пища нейтрализует соляную кислоту. И в пищеводе, посмотрите, нормальные значения есть 6-7 единиц. И иногда мы видим снижение вот такие вот до единицы, до 3-4. Это так называемые кислые рефлюксы. И они действительно у здоровых людей встречаются. И допустимо до 50 кислых рефлюксов за сутки. Как правило, это случается после приема пищи. Вот эти вот зелененькие треугольнички сверху. Это пациент отмечал, когда он принимал пищу. И вот мы видим, что как раз совпадает приблизительно с этими периодами наличия кислых рефлюксов. И вот предыдущий пациент был здоровым пациентом. Это классическая гастроэзофрегиальная рефлюксная болезнь. Мы видим в желудке гиперооцидность, PH чуть-чуть ниже единицы. А в пищеводе мы видим огромное количество вот этих вот снижений PH ниже 4 единиц. Это кислые рефлюксы. Следующий, посмотрите, тоже график PH. Здесь в желудке нормооцидность. Но несмотря на это, так как сфинктер, видимо, нижний пищеводный функционирует недостаточно эффективно. Мы видим огромное количество кислых рефлюксов за сутки. И посмотрите, вот это вот фиолетовое сверху линия означает ночной сон. И даже в период ночного сна у пациента тоже имеются кислые рефлюксы. Таким образом, нам вот это исследование PH-метрии дает возможность судить о процессе кислотообразования в желудке в естественных условиях. И установить в течение какого времени слизистая оболочка пищевода подвергалась воздействию соляной кислоты. То есть мы можем почитать количество рефлюксов, длительность рефлюксов, скорость очищения пищевода от заброшенного рефлюктата. Но вот все предыдущие случаи, которые я вам представляю, это классические случаи рефлюксной болезни, когда есть заброс действительно соляной кислоты. И, как правило, таким-то пациентам как раз очень хорошо помогают антисекреторные препараты. Вот посмотрите, PH-метрии, проведенная на фоне применения ингибиторов протонной помпы. Вот мы видим, пациент выпил ингибитор протонной помпы, и у него в желудке, мы видим, PH-1 поднялось до значений 5-6 единиц. И так их в течение суток продолжает держаться. И даже если нижний пищеводный сфинктер работает неэффективно, как и прежде, забрасываемое в пищевод содержимое становится не таким агрессивным. И мы видим, что в пищеводе, соответственно, тоже небольшое количество отсутствует практически до кислой рефлюкса. И вот данные автоматического анализа. Если вы посмотрите, время с PH в желудке меньше 4 единиц, у пациента поставила 4 часа, то есть 20 часов у него в желудке PH более 4 единиц. И этого вполне достаточно для того, чтобы зажили эрозии, язвы и так далее. Вот следующий случай, который как раз нам показывает, что иногда нам PH-метрия очень необходима. Это пациентка молодая, которая жаловалась на изжогу, которая беспокоилась с утра до ночи, и она совершенно не могла жить с этой изжогой. Ничего ей не помогает совершенно. Вот мы видим вот эти красные треугольнички, это периоды изжоги, которые ее беспокоили. И вот мы провели ей PH-метрия на чистом фоне. Она совершенно ничего не принимает. И посмотрите, она постоянно в желудке, вот у нее кислота, и постоянно она что-то ест. Ест, 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 да, вот буферное действие пищи. А в пищеводе отсутствуют рефлюксы кислые вообще, да. Мы видим, что абсолютно нет ни одного снижения PH. И вот автоматический показатель, да, анализ нам опять-таки. Есть такие показатели специальные, которые учитывают, есть ли у пациента связь его рефлюкса с симптомами. И вот посмотрите, индекс вероятности ассоциации симптома 0, то есть ее изжога. Но мы это и так видим, никак не связано с кислыми рефлюксами. То есть в данном случае мы можем с помощью данного метода оценить необходимость применения антисекреторной терапии. Но это не наш случай, да, а мы сегодня должны поговорить о пищеводе Боретта. И посмотрите, это пациент, у которого случайно при эндоскопическом обследовании, у них была диспансеризация в Крузной компании, и обнаружился вот такой участок при эндоскопии подозрительный на пищевод Боретта. Симптомов у пациента вообще никаких абсолютно не было. Но так как у пациента пищевод Боретта, нужно решить вопрос, как его лечить, лечить ли его какими-то препаратами или нет. И проведена была вот МОП-ашметрия, тоже на чистом фоне. Мы видим в желудке кислота, буферное действие пищи, а в пищеводе огромное количество... Это не эрозия, просто эпидеризирующая. Ну, вам виднее, конечно, но мы оценили это как участок подозрительный на пищевод Боретта. И огромное количество кислых рефлюксов. И вы посмотрите, оказывается, такая ситуация, она совсем нередка. По данным литературы, больные с пищеводом Боретта очень часто не испытывают каких-то да не было симптомов. Или даже вот они, например, в течение жизни испытывали-испытывали, а потом у них когда развивается участок кишечной эндоплазии, симптомы пропадают. Объясняется это разными, разные есть гипотезы. Но считается, что кишечная эндоплазии, он менее... Да, эндоплазия эндоплазии, он менее чувствителен к воздействию рефлюктата, и поэтому пациенты не испытывают характерные симптоматики. Ну, пока у нас пауза, можно я вам показываю этот вопрос? Не совсем помогаю. Того пациента, по которому нам демонстрировали ваш литературы, у которых бесконечная рефлюкс, ничего не помогает, ни таблетки, ни что ли. И вы же везде выйдете, потом они приходят, хирург говорит, ну, сделайте мне операцию. Кислые рефлюксы. Ну, по вашим данным, там ничего вроде бы нет. А, вот это вот как раз очень важная ситуация. Это очень сложный пациент, категория пациента. Да, их много достаточно таких пациентов, у которых, именно поэтому и рекомендуют больным, у которых изжога, и которым ничего не помогает ни один препарат, перед проведением хирургического лечения обязательно проводить методы, которые будут доказывать наличие у них рефлюксной болезни. То есть, как правило, у них даже и катарального изофагита не бывает, да, нужно подтвердить, есть ли у них заброс рефлюктатор. То есть, таким пациентам обязательно делать не просто PH-метрию, а PH-мпедансиметрию. Это вот следующий метод, о котором я хотела рассказать. Этот метод позволяет выявить не только кислые рефлюксы. Ведь иногда пациенты испытывают симптомию из-за кислых, но из-за слабокислых, а из-за щелочных рефлюксов. И вот этот метод, он позволяет, может быть, вот у этой пациентки, которую я вам показала, кислых рефлюксов нет, но есть слабокислые или щелочные, и она мучается, а ей никто не верит. Вот для этого перед операцией нужно сделать PH-мпедансиметрию и убедиться, если действительно рефлюксов нет никаких, то, конечно, оперативное лечение такой пациентке никакого облегчения не принесет, и она будет продолжать дальше мучиться. А если будут обнаружены рефлюксы, то, конечно, оперативное лечение, возможно, и будет полезно. Так, еще один случай, посмотрите, это больной с пищеводом Боретто, тоже, которому мы, вот этот пациент испытывал жалобы, да, но ему не помогали, вот его лечили антисекреторными препаратами, и никакого эффекта от антисекреторных препаратов субъективно он не испытывал. Мы ему отменили все, чтобы понять, что же происходит с пациентом. Сделали PH-мпедрию, посмотрите, что мы увидели. В теле желудка, да, в кардиальном отделе, тело это нижний график, кардиальный отдел это средний график, отсутствует соляная кислота, да, PH находится на уровне нейтральных значений. И потом, когда мы стали этого пациента более детально обследовать, у него обнаружились антитела к приэтальным клеткам, да, В12-дефицитная анемия, то есть это типичный аутоиммунный гастрит с отсутствием секреторной функции желудка. То есть, конечно, такому пациенту проводить антисекреторную терапию смысла никакого нет. Здесь нужно задуматься, опять-таки, о том, нет ли у этого пациента других рефлюксов, может быть, у него щелочные рефлюксы, которые вызвали у него развитие в пищеводе вот таких вот изменений. И вот хотела продемонстрировать вам клинический пример. Еще один это пациента в 62-х лет, у которой, опять-таки, на фоне приема двойной дозы ингибиторов протонной бомбы, опять-таки, сохранялись жалобы при проведении энтоскопического исследования у него подозрения на пищевую дворетто. И когда морфологи провели исследование, да, то действительно обнаружилась не просто кишечная метаплазия, а метаплазия с дисплазией. И вот мы ей провели, опять-таки, это исследование, PH-метрии. Мы видим, что в желудке такая слабокислая среда, да, без применения антисекреторных препаратов, PH-4 где-то единицы колеблется. В пищеводе мы видим 7, только видите, 7 вот таких вот кислых рефлюксов. Очень маленькое количество. То есть это, в принципе, входит в пределы нормальных значений. И тут возникает вопрос, опять-таки, нет ли у этой пациентки желудочных рефлюксов. Вот что, вот это данные моей диссертационной работы мы проводили больным всем с рефлюксной болезнью PH-мпетантс-метрии. И оказалось, что, как уже говорил профессор Лихан, далеко не всегда рефлюктат кислый, он иногда бывает смешанный зачастую, да, у пациентов, допустим, с аутоиммунным атрофическим гастритом он может быть чисто щелочной, да. И вот такое вот в рефлюктате наличие не только кислоты, но и лизолицетина, желчных кислот, которые обладают детергентным действием, растворяют, да, слой поверхностных липидов на слизистой оболочке, усиливает проникновение соляной кислоты и оказывает еще более повреждающее действие, чем нежели просто кислый рефлюктат. Поэтому, конечно, щелочной и смешанный рефлюктат надо выявлять, но, к сожалению, PH-метрия нам в этом помочь не может, она видит только кислые рефлюксы. И вот для этого изобрели такой метод, импетант, PH-мпетантс-метрия, на чем он основан? Так, что вот такая вот это у нас, ну все. Аппарат-то светлый. PH-мпетантс-метрия. Это точно такой же аппарат, как PH-метрия, да, там тоненький зонтик вводится пациенту через нос в пищевод, устанавливается в желудке, но особенность в том, что в пищеводе дополнительно от максимального до дистального отдела пищевода большое количество датчиков, которые измеряют не PH, а измеряют сопротивление переменному электрическому току. И все мы знаем, что жидкость, допустим, она гораздо лучше проводит электрический ток, да, чем воздух. И вот таким вот образом, когда в пищевод попадает жидкость, неважно она кислая, щелочная, слабокислая, мы видим появление жидкого рефлюктата на этих датчиках. Сейчас я вам покажу это. Когда в пищевод попадает газ, например, отрыжка у пациента, да, то мы видим опять-таки изменение сопротивления, только в данном случае сопротивление не снижается, как при жидкости, а увеличивается. И таким образом мы можем зафиксировать просто наличие рефлюктата. А уже какой это рефлюктат? Кислый, щелочной, слабокислый? Мы определим по значению PH-метрии в данный момент. Сейчас я все это вам продемонстрирую. Пациентку никакой разницы не ощущает. Они также живут, едят, пьют, ходят на работу. И в нашей стране компания и стоксистема, она производит есть у вас эти аппараты, может быть, где-то в клиниках, нет? Они, в общем-то, стоят, сравнительно вот с этими со всеми остальными методиками, очень дешево, но зачастую нам помогают получить очень такую полезную информацию в отношении патогенеза. Вот они, мы видим, датчики в пищеводе импеданса. Они стоят на протяжении вот и максимального стального отдела. Вот этот зонтик, точно такой же аппарат. И вот мы видим, что когда попадает жидкость, мы видим снижение вот такой вот кривой на датчиках импеданса. Когда попадает газ, мы видим, наоборот, сопротивление растет. Вот пациент, которому установлен этот аппарат. И вот нормальный, в данном случае, глоток. То есть вот эти вот нижние 6-7 датчиков, это датчики импеданса. Пациент, мы видим, есть базальная определенная линия, да, это линия сопротивления слизистой оболочки здоровой. И когда вот пациент сделал глоток, мы видим вот эти колебания на графике пошли сверху вниз. То есть мы понимаем, что жидкость потекла сверху вниз. Вот. А у данного пациента мы наоборот, посмотрите, видим чашеобразное снижение кривой, которое распространяется снизу вверх. То есть мы понимаем, что это рефлюкс, жидкий рефлюкс. В этот момент мы смотрим на верхний датчик PH и понимаем, что это был кислый рефлюкс. Да, посмотрите, PH упало до, ускольки? До двух единиц. Это кислый рефлюкс. А вот у этого пациента, посмотрите, если бы мы смотрели только на верхний датчик, это датчик PH, вот там какие-то незначительные колебания, непонятно, щелочек или там не было вообще никакого рефлюкса. А если мы в этот момент посмотрим на датчики импетанса, мы видим опять чашеобразное снижение кривой. То есть мы увидели у этого пациента действительно щелочной рефлюкс. И вот что делать с такими пациентами, у которых вот как, например, предыдущая пациентка. Да, нет кислых рефлюксов, есть пищевод Боретта и есть щелочный рефлюкс. Вот как нам говорят рекомендации Российской Гастроэнкологической Ассоциации, здесь, конечно, в схемотерапии нужно добавлять какие-то еще препараты. К сожалению, у нас для лечения щелочного рефлюкса пока особо каких-то таких доказанных препаратов нет. Но вот согласно рекомендации, рекомендуют назначать адсорбенты, например, смехтик, которые адсорбируют у себя и компоненты соляной кислоты, и лизолицидин, и желчные кислоты, и выводят это из пищеводов. Таким образом, вот показания к проведению ПАШ-импетансиметрии это в первую очередь подозрение на щелочной или смешанный характер рефлюкс и отсутствие эффекта от антисепресторной терапии. Еще одна польза, посмотрите, от ПАШ-импетансиметрии это то, что датчики установлены на протяжении всего пищевода, и мы можем увидеть, как высоко забрасывается рефлюкс. Это актуально для пациентов, которые страдают бронхиально, астонерозиями на зубах, хроническими бронхитами. Вот два пациента. Смотрите, тот пациент, мы видим у него чашеобразное снижение кривой только на двух датчиков. То есть это 5 см результат забросился. А вот у второго пациента вот эти колебания достигают самого верхнего датчика, это 17 см над уровнем нижнего пищеводного свинтра, это высокий рефлюкс. И последнее, я вижу такую смешку, потому что вы эндоскописты, вам, наверное, в эти тепли не очень интересно есть. Но есть у нас еще одна функция важная, это двигательная функция пищевода и желудка. И сейчас у нас существует такой очень хороший метод, это манометрия высокого разрешения, которая благодаря тому, что опять-таки датчики расположены по хуже пищевода через каждый сантиметр, мы можем видеть процесс глотка вот так вот визуально. Мы видим вот верхнюю зону, видите, такая ярко окрашенная верхний пищеводный свинтар, в нем очень высокий тонус, там, видите, чем ярче окраска, ближе красную, тем более высокий тонус, как поперечная полосатая мускулатура, да. Мы видим, в ответ на глоток свинтар раскрывается, да, и пошла перестальтика достаточно активная грудного отдела пищевода. В этот же момент в норме нижний пищеводный свинтар, посмотрите, должен расслабиться, да, а потом он должен закрыться, и окраска, ну, соответственно, вот такая зеленая, это от 20 до 40 миллиметров ступного столба. Зачем, чем нам это исследование может помочь? Посмотрите, что мы видим при гастроэзофагиальной рефлюктивной болезни. Мы видим, во-первых, такую ситуацию, когда нижний пищеводный свинтар раскрывается, посмотрите, вне зависимости от глотка, глотков не было, да, сверху, не раскрывается верхний свинтар, а нижний пищеводный свинтар постоянно раскрывается, это так называемые приходящие расслабления нижнего пищеводного свинтра, которые как раз являются вот основой возникновения забросов кислого содержимого или любого содержимого решения. Еще одна, в общем-то, смотрите, польза этого исследования, вот у данного пациента мы видим, что нижний пищеводный свинтар, зона повышенного давления, зеленая, раздвоилась, да, мы видим вот два участка снизу и сверху, это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, мы даже можем ее в сантиметрах измерить без проведения рентгенологического исследования. Посмотрите, вот нижний участок повышенного давления, он соответствует давлению ножек диафрагмы, а верхний участок, это, собственно, давление нижнего пищеводного свинтара. И зачем я вам рассказываю про этот метод, чтобы вы поняли, что в основе рефлюксной болезни лежит кроме нарушения сфинктера, да, нижнего пищеводного. Еще один очень важный компонент, это пищеводный клиренс. Вот у этого пациента, посмотрите, сокращение грудного отдела пищевода очень слабенький. Вот норма, а это пациент с рефлюксной болезнью. То есть у пациента в ответ на рефлюктат, на запрос рефлюктата, будет очень слабая перестать грудного отдела пищевода, да, вот. И поэтому, у нас, помните, я говорила, до 50 рефлюксов у здорового человека, это норма. Почему? Потому что пищевод очень быстро, в течение, как правило, 60 секунд очищается от рефлюктата. У больных с рефлюксной болезнью этот процесс затягивается. Вот я хочу вам это продемонстрировать. Видно, нет, ничего не видно. С помощью вашей метрии. Нижний, это химический глиернс у здорового. Забросилась кислота, PH снизилась, но в течение одной минуты у этого человека возвратилась к норме. А сверху график, это график больного рефлюксной болезнью, PH возле рефлюкса эпизода снизился и 4 минуты он не восстанавливался. Вот, и поэтому, опять-таки, хотела бы вам продемонстрировать пользу смерти при рефлюксной болезни, которую я, по данным исследованиям продемонстрировал, но в 13 раз ускоряет восстановление PH слизистой оболочки пищевода после эпизода рефлюкса, независимо от того, кислого он был или щелочного. Таким образом, какие выводы? Мы его сегодняшнем докладе, это то, что для рефлюксной болезни характерно длительное нахождение в пищеводе, в просвете пищевода рефлюктата, и зачастую не только кислого, он может быть смешанный, щелочной рефлюктат, в связи с замедлением клиренса в том числе. И поэтому необходим все-таки дифференцированный подход для лечения больных рефлюксной болезнью в каждом конкретном случае, особенно когда не помогает стандартная дисциплинаторная терапия, может быть, следует выяснять длительное заболевание у таких сложных пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерия Леговна. Пожалуйста, вопросы, конечно. Валерия Леговна, скажите, пожалуйста, вот у вас в цифрах, поскольку диссертация была недавно, есть корреляция между наличием пищевода Баретта и щелочным рефлюксом? Да, есть, есть. Это как раз одна из самых была целей. Вы знаете, как было? Сначала я их разделяла на группы, а потом смотрела у кого-то, что вот Баретта, и вот в группе больных, у которых был щелочной рефлюкс, кишечная метаплазия у 47% была, то есть практически у половины больных с щелочным рефлюксом развивалась, обнаруживалась кишечная метаплазия. То есть мы сделали вывод, что щелочной рефлюкс это один из факторов риска. У нас просто тоже диссертация была, там больше 60%. Спасибо вам. У нас 47-46. Примерно одни цифры. Пожалуйста, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а не знаю инфиданциуметрию заменить рефлюкологическими исследованиями живут, чтобы положить литер на Ленбург и увидеть рефлюкс, его наличие? Ну, вы это увидите одномоментно, понимаете? Для того, чтобы оценить вообще, в принципе, повреждающие действия рефлюксата, нужно оценить его в течение суток, да? То есть вы можете его положить, вы увидите там 1-2 рефлюкса. Но, во-первых, не поймете, опять-таки, среду, какая запраска. Мы можем увидеть, вы только видите, что нет. Да, вы только увидите наличие рефлюкса как факт, да. А ведь для пакогенеза очень важно время, в течение которого воздействует. Второй вопрос по поводу отзначения прокинетика. Считывая, что абсорбенты нужны как бы амиды для АПХ, а убедительно активность, чтобы они слились? Вы про прокинетики всегда спрашивают. Тут нужно понимать, что прокинетики очень мало влияют на нижний пищеводный сфинкер. На него они практически не влияют, поэтому для рефлюксной болезни, как таковой, они не назначаются. Они назначаются как вспомогательные препараты, именно когда мы хотим избавиться от желчного компонента в рефлюктате, потому что прокинетики, они улучшают антродоаденальную моторику, влияют на пилорический сфинкер. Вот если мы хотим, уверены, что у нас есть желчный рефлюкс, хотим от него как бы сделать. Но здесь есть опять одно большое но, что прокинетики мы не можем назначать длительно. Сейчас все меньше и меньше сроки. Матилиум сейчас, по-моему, на 7 дней только разрешено он назначает, да, то есть это, в принципе, для нас не выход. Чаще всего, когда мы добавляем курсы газопоскоревую кислоту, которая переводит пул вот этих гидрофобных желчных кислот в гидрофильные, менее агрессивные. И, то есть, желчь продолжает забрасываться, но она оказывает менее повреждающие воздействия на слухополевую кислоту. Валерия, два вопроса. У меня к вам один вопрос, другой, с эндоскопистом, потому что я врач-классового здорового, и там есть такой сложный вопрос. Первый вопрос. Вы уже сказали, что метаплазия, вот две части, ряд работ показывали, что метаплазия кишечного типа, нижняя часть пищеводов, следствия щелочного рефлюкса. Но почему-то вот в наших гастрометриологических киндрациях по лечению ГЭТМА курсов до токсиколики и салты вообще нет. Там вообще не прописано. И вот, исходя из этого, не должна ли меняться тактика поддерживающей терапии? Вот мы сейчас лечим только исключительно эгибитором протона и пункта, а действуем на другой, так скажем, компонент рефлюкта. Вот это мой вопрос первый. А второй вопрос всем хирургам, то есть эндоскопистам, которые здесь присутствуют. Как нам гастроэнтерологам расценивать присутствие желчи в желудке при эндоскопическом исследовании? Это следствие рвота, которое возникает при заведении эндоскопа? Или все-таки это отражение какого-то другого, иного патологического процесса? Потому что такие заключения, рефлюзный гастрит, гастрит с циррами забросом желчи, это вот сплошь и рядом можно сказать. Нам-то что делать? Или все-таки надо как-то дифференцировать вот эти количество желчи, достойное желчи? Ответьте, пожалуйста. А можно я вот тоже про желчи скажу? Да. Действительно, согласно и международным рекомендациям, и мнению Российской гастроэнтерологической ассоциации, эндоскопическое исследование – это, конечно, не метод диагностики благотеногастрального средства. Потому что, действительно, и провоцирует это исследование само, и опять-таки, это только мы одномоментно видим. А для того, чтобы оценить нам, насколько желчь длительно присутствует в желудке и оказывает ли она свое подверждающие действия, здесь опять-таки основной метод это по ашметре. Там ведь стоит зонтик и в желудке тоже, и он будет показывать. Правда, днем сложновато оценить, потому что там еще пища накладывается. Но вот ночью, мы очень замечательно можем увидеть повышение по аж до 7-8 единиц, и зачастую мы видим течение всей ночи. И патологическим считается рефлюкс дуоденогастральный, если он занимает более 10% времени за сутки. То есть, опять-таки, здесь цифра имеет значение. А одномоментное присутствие желчи в желудке, оно нам какое-то вот такое кардинальное решение нам не может дать. А еще, можно сразу решаться и понять, что вот есть мнение, что хотя бы один щелочной рефлюкс из чего-то это уже опасно? Или нет? В принципе, да, как бы, вот насчет щелочных рефлюксов до сих пор не существует у нас вот таких вот норм каких-то. Но вот я когда вот проводила свою диссертационную работу по PH импедансиметрии, все-таки бывают и у здоровых людей там определенное количество щелочных рефлюксов, но достаточно редко. Наверное, все-таки так, попадание щелочи в пищевод это свидетельствует о том, что, во-первых, там полностью должна как-то отсутствовать кислото-продуцирующая функция желудка, да, чтобы прямо щелочь попала. Вот. И во-вторых, это, ну, очень высокий получается запрос желчи сначала должна попасть в желудок, потом в пищевод. То есть, да, конечно, наличие желчи в пищеводе – это патологическое состояние ненормальное. Вот. А по поводу того, что урсидезоксихолевая кислота отсутствует в рекомендациях, это связано, в первую очередь, наверное, с тем, что в инструкции у этого препарата не прописано или прописано, нет, не прописано, насколько я знаю, это off-label, не прописано применение при гастроэзофагиальной рефлюксовой болезни. А пока там в инструкции не будет этого написано, мы просто не имеем права рекомендовать этот препарат. Мы на всех конференциях, лекциях, вот, Александр Сергеевич Трахманов, он всегда говорит об этом препарате, но всегда подчеркивает, что это назначение off-label. Ну, и я думаю, вы все лечите пациентов, у которых отсутствует желудок после операции резекция желудка, да, когда пищевод непосредственно соединяется с тонкой, там, кишкой. У них зачастую развиваются эрозивные эзофагиты, язвы пищевода. Таких пациентов мы лечим только вот уши с дисоксиколевой высотой в больших дозах. Другого, как бы, препарата нет. Поэтому мы используем широко этот препарат, в принципе, но, действительно, этого нет. Кстати, вы знаете, потому что неоднозначный результат применить этот препарат, который у всех были неслаблены. Потому что по клинической практике, хотя вот исследование мы такого серьезного не проводили, мы очень часто получаем пациентов от гастроэнтеролога. Мы их очень любим гастроэнтеролога. Вы понимаете? Означают желчегонные средства, в том числе и ультинозоксиколевых слоэнтерологов. Пациент имеет жалую. Как только ты эти желчегонные средства отменяешь, включая курсы зооксиколевых слоэнтерологов, у него прекрасно клиническая картина, он реализуется. Сохраняй все другие назначения. Это вот наблюдения уже не многих лет. Я сам в свое время занимался, если кто знает, дроблением желчных камней. Какая была тема. Медитанская диссертация. Сколько я назначал этого курса Пайка. Это просто сотнями этих людей, которые растворяли эти камни и наблюдали все аспекты применения этого метра. И, конечно, в общем-то, так называемый этот антеральный рефлюкс. Гастрит желчный, да, у него место будет. Поэтому здесь вообще вопрос, который требует плохого проститализации и изучения. Да, она и диарея очень часто вызывает, и симптомы обостряются. Но вот у пациентов с болезнью оперированного желудка, вот только с помощью этого препарата нам удается как-то заживить немножечко эрозии и язвы. А так, конечно, пока мы с желчным рефлюксом очень тяжело нам справляться. Это ацербенты, антоциды немножечко помогают. Валерия Легиновна, спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Ну, мы говорим о диагностике и лечении рефлюкса. А причина рефлюкса чаще всего, я так понимаю, что это как болезнь современной цивилизации. То есть это нарушение режима питания, объемов потребляемой пищи, продукты определенные, которые это вызывают. Не проводилось ли исследований, насколько эффективна просто нормализация образа жизни и питания человека, приведение ее к какой-то норме уже при сформировавшемся рефлюксе? Ну, это такой глобальный вопрос задается. В основе патогенеза рефлюксной болезни лежит два ключевых фактора. Нарушение функции и структуры нижнего пищеводного сфинктера. Если есть нарушение структуры, это грыжа пищеводного отверстия. Тут образ жизни особенный. Если только человек, конечно, имеет избыточную массу тела, он похудеет значительно, то, может быть, здесь картина как-то нормализуется. Нарушение функции нижнего пищеводного сфинктера. До сих пор, как бы, мы, если бы вы выяснили патогенез, почему у некоторых людей снижается тонус, вот как я показала на манометрии, начинаются приходящие расслабления нижнего пищеводного сфинктера. Когда он раскрывается вне зависимости от голодка, то мы бы, наверное, уже научились лечить патогенетические болезни. Да, существует мнение, что кофе, шоколад, мята, какие-то лекарственные препараты, спазмолитики, они снижают тонус. У больных с ожирением, видимо, какие-то гормональные есть причины, когда тоже имеется снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера. И все эти рекомендации мы обязательно, мы начинаем с них, когда мы лечим больных с рефлексными болезнями, в первую очередь начинаем похудеть, не ешьте жирное, не курите, не ешьте мяту, кофе, апельсины, пейте с приподнятым головным концом, не напрягайте брюшной пресс, не носите брюки и ремни. То есть с этого всегда начинается, да. Но, к сожалению, далеко не всегда нам удается с этим справиться. Все хотят волшебную таблетку. Еще раз. У меня стоит какое-то сравнение капсулы с зонами. Это, наверное, лучше к эндоскодистам посчитать капсулы и зонами. Вы имеете, что про капсулы? Пашметрия. А, пашметрия. Зон это двумя капсулами. А что такое капсульная пашметрия? Капсулы же, она проходит по всему желудочно-кишечному тракту и не останавливается? И пищевод за 15 секунд. Но, если это вы имеете в виду, то у меня такого опыта нет, ведь я совершенно тут вам не могу на этот вопрос. Наверное, это для пациента, конечно, значительно физиологичнее и легче переносится, а вот в отношении того, как информация более информативная у меня, это я не могу сказать, потому что я не работала с этим методом, и наверняка он значительно дороже. И еще вопрос. Периодичность скрининга эндоскопического при ГЭРБ. Какую вы рекомендуете? В зависимости от формы, о чем вы говорите. Эрозивы, эрозии, язвы, пищевод-баретта, энкодоральные эзофагии. А при, допустим, эрозивном рефлексе эзофагите, вне зависимости от стадии при наличии пищевода-баретта. Значит, вот по международным рекомендациям, если пищевод-баретта, то кишечная метаплазия и дисплазия там, по-моему, не чаще, один раз в 3-5 лет. Если это эрозия у пациента, то мы, как правило, назначаем курс на 8 недель и просим пациента прийти на контрольную эндоскопию, чтобы убедиться в том, что эрозии зажили, а дальше уже... По-моему, он вообще будет греет. В греет? В греет? Да. Теплее, чем сейчас. Так, есть ли еще вопросы к Валерии Олеговне? Спасибо. Да, вы такие аккуратные. Давайте под уездом тогда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.